всем привет как меня видно слышно пожалуйста обратную связь дайте мне ребята отлично хорошо хорошо все спасибо технических проблем у нас значит нет так ну начинаем меня зовут инна пунегова кто не знает я спикер компании вирекс так сейчас я переключу слайдик на вирекс и пару слов скажу об этой платформе это площадка по приумножению хранению приумножению и обмену криптовалюты сейчас на данный момент в кошельке 15 цифровых активов на этих наших вебинарах мы будем рассматривать каждую монету чтобы покупать ее привлекательность для инвестора в прошлый раз мы рассматривали что такое bitcoin кэш форк биткоина сегодня мы будем говорить про этериум возможно будет сложновато для тех кто не посещал предыдущие встречи вот кстати есть такие есть кто первый раз чтобы я понимала поставьте какие-нибудь единички например кто в первый раз сегодня все нет новеньких все старенькие хорошо напоминаю тогда для обратной связи для а вот есть спасибо для обратной связи в начале чата я выложила ссылочку на google форму но это для фидбэк такого до чтобы вы могли озвучить ваши вопросы пожелания к будущим темам между прочим вы там можете указать и ваши какие-то контакты не просто telegram или еще что-то в общем-то и ваш юзерный для связи но это по желанию так и так поехали сейчас секунду я хочу начать вебинар вот с этой картинки скажите мне пожалуйста кто знает кто изображен на этой фотографии что парень держит в руках тут мне просто нужно понять в каком ключе строить сегодняшний разговор виталик да это виталика что он держит в руках знает кто-нибудь вообще про эти новости и что он там показывает людям не знаете да ну вот давайте тогда посмотрим адрес кошелька эфира нет тогда вернемся к этому к ответу на этот вопрос какая-то проблема в блоке нет не в блоке но он указал номер блока до вернемся тогда в конце я поняла значит немножечко вебинар этот будет как раз для вас скажем так значит хотя технологию блокчейн связывают с биткойном у этой технологии есть действительно множество применений за пределами цифровых валют и биткойн это одно лишь из приложений то есть блокчейн биткойна не буду останавливаться на том что такое блокчейн до в прошлый раз и мы об этом говорили блокчейн биткойна слишком ограничен и и в очень хорошее сравнение если взять интернет огромное пространство взять электронную почту вот представьте что интернет он создан для электронной почты только лишь очень ограниченная сфера применения так вот блокчейн он тоже настолько технология будущего настолько она еще не реализована до конца это только-только самое начало чтобы погрузиться вот в этот мир фэнтези поэтому как раз мы сегодня будем говорить о том изобретение той платформе которая называется эфириум и на основе технологии эфириум можно создавать децентрализованные приложения она дает такие инструменты для разработчиков к сожалению пока только для разработчиков не для обычных пользователей для того чтобы создавать депс депс это децентрализованные applications приложения поддерживает тоже как изюминка такая четыре языка программирования в базе внове лежит лежат идеи смарт-контрактов так называемых смарт-контрактов на самом деле они не считаются смарт-контрактами эта идея очень старая но поскольку термин это используется и мы понимаем в ключе эфириума что это смарт-контракт так и будем сохранять терминологию вот официальный сайт эфириум . org и я очень предлагаю каждому из вас зайти и посмотреть насколько прикольный сайт насколько интересно сделаны с юмором и очень много информации вы там увидите можно кнопочку нажать перевести на русский вам все будет понятно и так что такое платформа эфириум это открытая программная платформа которая создана на технологии блокчейн на умном блокчейне который не отличается блокчейна биткоина тем что он умеет понимать код определенный он позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения и эта платформа она что предлагает и удобство программирования потому что она использует различные сервисы и клиент клиенты да так называемые мы стать с масштабируемостью вопрос есть у всех валют так что но в любом случае вопросы масштабируемости обновляемость управляемость транзакциями вопросы эти постоянно дорабатываются решаются прозрачность но поскольку это блокчейн доступность безопасность эти вопросы тоже виталик постоянно подчеркивает быстродействие дешевизна и расширяемость это такие ключевые особенности эфириума значит создателем является этот молодой человек мальчик вообще ребенок вундеркинд можно сказать и и я специально включила ролик перед вебинаром возможно это не самый показательный ролик как говорит виталик вообще он молодой человек родился 31 января 94 года ему сейчас 24 года он имеет два гражданства потому что в возрасте 6 лет с родителями они эмигрировали в канаду и у него русское и канадское гражданство так вот мы его воспринимаем то что он говорит без акцента собственно мы воспринимаем его как русского человека но он в силу того что всю свою жизнь провел за границей в англоязычной среде это тоже накладывает отпечаток определенные и у него речь очень особенная отличается от нашей плюс ко всему поскольку он программист он мыслит категориями если это то это да если так то так и поэтому у него в принципе такая речь немножко как бы люди когда его слушают они переглядываются и думают что с ним что то не так на самом деле парень вообще очень умные послушайте просто его конференции выступления на английском языке вы поймете что у него все хорошо и даже более чем то есть на уровне руководства стран встречаются с ним и прислушиваются к его мнению значит я раскопала детскую его фотографию он вообще с четырех лет уже проявлял способности к программированию в возрасте 6 лет он но он очень увлекался математикой все что связано было с цифрами он знал 20 цифр после запятой в пи а сейчас узнает больше ста их наизусть ну и часто повторяет что ну кому то дается легко стихи пушкина а мне математика мне цифры но вообще поняли родители что школьная программа очень узка для него у него с 6 лет уже был свой учитель репетитор и он очень увлекся когда был маленький макросами по экселю папа ему подарил книжку по программированию вот он программировал да вот в 10 лет он уже увлекся программированием так достаточно серьезно что в 12 лет он написал для себя собственную игру а в 17 лет получил бронзовую медаль на международной олимпиаде по информатике о биткойне впервые услышал от отца от Дмитрия Бутерина он тоже айтишник он рассказал ему о биткойне и Виталик сначала скептически отнесся к этой идее он подумал что это цифры и какая-то ерунда но на самом деле потом он очень сильно его эта мысль зацепила зацепила настолько что он стал погружаться вникать и договорился с сайтом Bitcoin Weekly для того чтобы работать копирайтером писать там статьи работал он вот 17-летний ребенок работал за полтора час полтора доллара в час писал статьи про биткойн и заработал то образом 20 биткойнов 8,5 из них он потратил на футболку которая в итоге на аукционах нигде выставляться не будет потому что он ее потерял в поезде вот но и чем больше он узнавал о биткойне тем больше задумался о том что безопасность надежность прозрачность технологии биткойна можно использовать не только для платежей и денежных переводов а для чего-то большего сейчас вы поймете вот по одной фразе вот что это за человек в конце одиннадцатого года он участвовал в конкурсе по программированию где игроки программируют код для команды роботов которые сражаются друг с другом там он занял третье место был победителем в этом конкурсе когда детей опрашивали по поводу стратегий одни говорили что хотели поставить робота в центр или там еще каким-то образом вот он ответил гениальной фразой эта фраза в дальнейшем определила всю его идеологию на последующую жизнь он сказал я дал каждому агенту функцию полезности и позволил им самостоятельно действовать чтобы максимизировать свои собственные цели это очень сильная фраза я когда об этом узнала меня вообще впечатлил этот мальчик вот поэтому немножечко я поподробнее остановлюсь чтобы вы понимали что чья это разработка значит он поступает после школы в канадский университет ватерлоу на программиста на инженера но так увлекся биткоином проектами с открытым исходным кодом вот с блокчейном что его фраза что он 30 часов из 24 тратил на эти проекты и решил уйти из университета отец одобрил и была у них такая возможность и он решил покататься по миру и изучать больше биткоин он объездил очень много стран принимал участие во многих проектах помогал некоторым проектам с открытым исходным кодом и пришел к мысли что создатели блокчейн проектов очень узко мыслят они очень сосредотачиваются на конкретной задаче а он мыслил как бы глобально с высоты птичьего полета и вот в двенадцатом году один парнишка Михаил Ализи румын предложил Виталику создать журнал биткоин магазин и они создали собственно этот журнал вы можете до сих пор ну вот он существует вы можете зайти bitcoinmagazine.com и посмотреть вообще интересный сайт очень интересный ресурс Виталику в то время восемнадцать лет да то есть он еще в общем то ребенок вот но он уже является соучредителем вот такого издания и главным редактором вот например там всякие разные вещи про биткоин написано но вот например вот последняя новость да которая была на bitcoin магазин это есть такая картина в которой многие программисты ломали голову на протяжении трех лет она давала в ней зашифрован код от кошелька с биткоинами на пятьдесят тысяч долларов и вот спустя три года этот код был взломан то есть смотрите на картину вообще умные головы у нас люди эти программисты как они так умудряются открывать для меня фантастика значит что говорит про себя Виталик он говорит мои интересы включают математику алгоритмы криптографию дизайн механизма экономику социальную науку политику а еще он любит как бы сравнивать геополитику ну что в основе нее лежит глупость человеческая да и она постоянно указывает на сходство ну на другие как бы проекты которые управляют с подоплекой управляемости значит рационалистической философией и пересечением всего этого из напиток курения наркотиков он пишет что он любит зеленый чай а религию пишет что криптография его религия то есть он весь в этом очень интересный дневник если вы заглянете тоже я очень рекомендую посмотреть виталик виталик . вообще для его возраста но это действительно это человек очень зрелый который там начинает говорить что вот в программном коде он обнаружил сходство с теоремой фирма и так далее в общем какие то рассуждения о масштабируемости эфириума о том как вот там же постоянно нужно маневрировать между безопасностью еще чем то и удобством для пользователей и так далее он вот эти вопросы поднимает в дневнике круто конечно целая научная работа тут даже скансового вот этого дневника это все его блоги итак рождение вот этого проекта изначально это не было слова эфириум не употреблялось оно а употреблялась такая фраза биткоин версии 2 то есть биткоин следующего поколения он всегда подчеркивал разницу между вот настоящим биткоином и его идеей он хотел чтобы блокчейн понимал определенный код написанный на построенный на математической логике то есть если произойдет такое то событие то будет то то если это то это и чтобы вот этот блокчейн он воспринимал этот код и тогда открылись бы множество возможностей и он хотел в отличие вот от ограниченного биткоина выполнить вот такой произвольный код и запустить его на собственном блокчейне и постепенно постепенно у него формировалось понимание что это должна быть такая многофункциональная платформа для депсов для децентрализованных приложений вот здесь наверху ссылка желтым здесь вы можете увидеть вот собственно white paper который был на тот момент готов а на сайте вот ethereum.org вот этот сайт он тоже состоит из нескольких вкладок и вот на отдельном сайте ethdocs там уже ну типа вопросы ответы разные моменты уже как бы доработаны эфириум такой какой он сейчас но вот очень интересно почитать вот первую ссылку за скринте посмотрите чтобы было понимание какая у него была идея в голове и так вот в тринадцатом году он опубликовывает эту белую книгу эфириум а в четырнадцатом году он проводит ICO но это был не ICO это был как бы краудфандинг и запускает блокчейн платформу и остальное уже становится легендой вот сейчас мы по этим событиям историческим пойдем постепенно и придем к платформе и к ее сути значит как все начиналось Виталик собрал команду в эту команду вошли вот этот уже наш знакомый молодой человек Михай Алиси с которым они организовали биткоин магазин сейчас сейчас в данный момент Михай занимается развитием проекта Акаша Акаша с санскрита обозначает эфир и очень тоже молодая команда активных людей зараженных идеей децентрализации всего и они работают над проектом можете зайти посмотреть Акаша.word называется следующий человек который вошел в его первоначальную команду это предприниматель Энтони Диорио это такой человек который в свое время продал недвижимость всю чтобы купить биткоины так он в это поверил потом в дальнейшем Диорио будет спонсировать проект потому что изначально он был как некоммерческий дальше Амир Четрид Ребят меня хорошо слышно? меня хорошо слышно? а видно? хорошо продолжаю тогда Амир Четрид это молодой человек который с которым Виталик работал над таким проектом как Colored Coins это банковская инфраструктура с открытым исходным кодом в общем он тоже был в их команде первоначально потом вышел и очень мне нравится этот человек это Чарльз Хоскинсон математик вообще гениальный человек к сожалению он вышел из команды рассмотрим сейчас попозже но он вообще был инициатором внедрения криптовалют в мейнстрим создал несколько обучающих проектов которые нацелены на обучение изначально bitcoin edu.co а вообще он основатель монеты ада который работает и вот этот вот сайт на самом деле bitcoin edu.com он не очень интересен но для нас для россиян единственное там есть фишка очень интересная я вот соскринила там есть как такой спидометр и можно проверить биткоины на прочность то есть что имеется ввиду если усиленная нагрузка на сеть то можно попасть на двойное расходование вот чтобы этого не произошло можно посмотреть данный момент стоит сейчас отсылать транзакцию или не стоит или стоит подождать вот это полезная вещь так что можете сохранить вот он этот человек он сооснователь значит эфириума и он основал гонконгскую компанию и ох в пятнадцатом году когда вышел из команды слушайте я вам очень рекомендую зайти на этот сайт я погрузилась как будто в детство там знаете когда водите мышкой курсором там такой шлейф из разноцветных волн остается если вы зайдете на страничку твиттера хоскинсона вы увидите там у него такие вставки есть когда он он же математик и он получается в математике как то математический вид транзакций вот этих данных переложил на графику в его лаборатории и там получается транзакции которые идут это как кристаллы такие красивые красивые как сказочный мир внизу под платформой выстроено очень красивое тоже дерево меркла мы говорили о корне меркла это такая структура из данных по транзакциям которые в итоге сводятся в одно значение ну через хэш функцию хэшированием ну и получается корень меркла и вот это вот все это просто как сказочный мир вообще наука математика это потрясающая вещь те кто имеют способности я вообще преклоняюсь перед ними потому что они на самом деле они не придумывают мир они просто математически могут объяснять объяснить все процессы и ну выстроить мир будущего соответственно чисто математикой в общем он очень крутой чарльз этот хоскинсон я вам предлагаю повнимательнее на него посмотреть почему я так подробно останавливаюсь на этих людях потому что крипто мир он достаточно маленький и когда мы знаем что за люди с кем они работали какие проекты они создавали где они сейчас да то вы когда читаете новости вы понимаете примерно о чем идет речь вот например монета ада вышла да что такое ада ну вот она сейчас дешевая на самом деле офигенная перспективная монета ну вот я ее лично купила ну такой основатель за этим стоит там очень интересная вот кардана блокчейн кардана очень интересная идея мне кажется очень стоящая которая ну она тоже время еще для нее не пришло это вот если покупать то немножко на долгосрок техническую сторону так называемую техническую библию написал доктор вуд написал основную часть кода когда на конференциях кто-то его представляет так много слов о нем что вот он значит занимался клиентом эфириума на этом си 2 плюс и так далее так далее какие у него там заслуги есть в общем долго хлопают ну то есть такой известный человек в этом мире он подготовил техническую часть которая описывает вот как раз ведь основа эфириума это эвм мы об этом поговорим это ядро вообще то эвм называют мировым компьютером собственно эфириум виртуал машин эвм и вот код для этой эвм прописал доктор вуд когда в интервью задали ему вопрос предполагали ли вы что вы будете в общем то проводить конференции привлекать к сотрудничеству такие компании как майкрософт он сказал что да он сомневался очень вообще что он получит от этого какие-то материальные выгоды и сказал что начал работать над проектом по двум причинам чисто любопытство взяло верх и желание поработать просто над чем-то новеньким но он не верил в проект потому что изначально он к нему попал очень сырой с недописанным кодом и вот какая стратегия развития была с самого начала создалась такое у них общество и предприниматели и программисты и вопрос коммерциализации проекта висел да ада ада монета стал вопрос коммерциализации проекта Виталик и многие его поддерживали были за полную децентацию и не коммерциализацию но были люди которые не согласны были с этим потому что приводили примеры что вот если сравнить google и mozilla например ну вот google явно круче коммерческий проект и так далее тот же иорио он был за коммерциализацию и они все переругались в начале вообще проект чуть не распался вот привожу цитату мы обсуждали что нам нужно купить какой-нибудь остров чтобы построить там новое общество мы были немного оторваны от реальности но некоторые из нас остановились и задумались вот вы знаете я провела эту цитату потому что уже прошло время уже эфириум можно сказал ну вот состоялся как реальность а вопрос то об острове опять поднимается новость на форт локе промелькнула в июле прошлого года о том что нью-йоркский блокчейн стартап консенсис а он этот стартап относится собственно к эфириуму это это в общем-то эфириум да ведет активные переговоры о возможном партнерстве с правительством африканского островного государства маврики относительно создания так называемого острова эфириум хаба для инноваторов в области блокчейн технологий то есть то о чем они думали как фантастика в итоге реализовывается и становится реальностью так вот о том что они остановились и задумались там было два момента остановиться и задуматься стоило потому что вот на фотографии это Любин он как раз и говорил о том что нужно было задуматься не нарушают ли они законодательство ведь комиссию США по ценным бумагам и биржам все боятся боятся ее санкций и поэтому вопрос проведения вот айсио или какого-то краудфандинга надо было продумать очень четко как собирать деньги как вот де юра правильно поступить чтобы не оказаться в руках ФБР как нарушителей да и чтобы им не выписали огромные штрафы в итоге вот Алиси находит дом частный в швейцарском цуге там организовывается штаб-квартира вообще решили оформить некоммерческую организацию в Швейцарии потому что во-первых ее законы были наиболее лояльны к криптовалютам а во-вторых там множество банков и других финансовых институтов им можно было привлекать внимание этих институтов ну потому что эфириум он как раз предполагает для банковской сферы там же они проводили эксперименты да работы с огромным массивом данных вот в итоге команда решила не запускать краудфандинг сразу после конференции наняла юристов для того чтобы юристы подумали над предложением как им правильно поступить но все равно противоречия между программистами и предпринимателями нарастали образовалось как бы два лагеря и вот этот диорио и любин а вот кстати вот этот любин он очень крутой мужик он на форбс второе место занимает по своим капиталам то есть он мультимиллиардер в криптовалютном деле вот и диорио любин остался в команде а диорио вышел решил что проект некоммерческого плана для него полностью неприемлемый хотя диорио очень поначалу сильно помогал деньгами финансировал финансировал ребят а я забыла я вот здесь привела как раз forbes.com можете зайти посмотреть на первом месте у нас основатели ripple да крис ларсон на втором месте джозеф люпин и третье место глава биржи бинанс вот кто еще вышел практически все разошлись значит был еще один противник некоммерческой модели это вот чарльз хоскинсон этот математик и команда решила его отчислить его убрали на самом деле хоскинсон потом вспоминает что те кто остались создали потрясающий проект они были правы возможно я ошибался и дальше он продолжает а возможно если бы вот я остался то мы бы ну привлекли больше средств ну то есть такие философские уже рассуждения потому что история не терпит сослагательного наклонения а Амир Четриц с которым Виталик работал по поводу проекта Colored Coins он тоже покинул проект опасаясь что члены команды окажутся в тюрьме за нарушение финансового законодательства и так предстарт у Виталика как автора идеи всегда было два голоса то есть его слово было последнее но он хотел во-первых окружить себя более взрослыми знающими людьми он хотел какую-то тоже демократию потому что он идейный децентрализатор и он в общем в ЦУГе в один прекрасный момент опять через вот эти вот споры когда он отстоял свою точку зрения по поводу того каким как должен развиваться проект что он должен быть некоммерческим и децентрализованным и когда все разошлись да остался костяк он говорит я понял что все решения принимаю я я почувствовал тяжесть этого давления представьте себе парню 20 лет это такие решения принимать с такими людьми на равных вот совещаться в итоге через полгода в июле четырнадцатого года с момента формирования полгода прошло с момента формирования вот этой первой команды совершенно без финансирования эфириум накопил кучу долгов перед юристами перед регистраторами и у них очень остро стояла проблема нужно было достать деньги и юристы предлагали различные варианты но продажа доли продажа ну доли в компании была не обсуждаема займ брать они не хотели и тогда юристы предлагают вот такое решение которое потом впоследствии доработали программисты они придумали что на платформе эфириум должна работать криптомонета эфир они так и говорят что эфир эфир это крипто топлива для network для самой платформы то есть платформа эфириум называется а криптовалюта эфир не путайте вот в чем разница чтобы не перегружать систему стимулировать разработчиков писать эффективный код все транзакции приложения построены на базе эфириум требуют для работы эфир эфир получается это как и средство платежа по аналогии с биткоином это и то что добывают себе майнеры и это крипто топлива для исполнения смарт-контрактов итак краудсейл сбор средств в первые две недели продаж было продано две тысячи эфиров на сумму один биткоин но позже то курс биткоина рос в то время партнеры находились в разных точках мира но у всех было приложение кошелек с графиком и когда все они увидели как резко идет тенденция вверх они тогда ну даже не тенденция а взмыло вверх то есть настолько много сторонников оказалось у проекта бутерин вспоминает что тогда был в гостях у друга и именно в тот момент окончательно понял что проект действительно получился интерес был настоящий это была не просто болтовня людей я ощутил одновременно гордость и ответственность и какой был результат первая продажа эфира длилась 42 дня в результате эфириум это просто проект на коленке ребят это потрясающе я вот честно говоря статистику не искала но мне кажется это был рекорд ребята собрали 18,4 миллиона долларов это более 31 тысячи биткоинов это в долларах по тому курсу соответственно Виталику тогда 20 лет то есть он по-настоящему крут оцените их успех столько собрать денег и эти деньги были обменены на вот 160 миллионов эфиров но я тут написала точную цифру 60 миллионов 102 тысячи 216 эфира легло в базу системы но на самом деле было сразу предопределено что вот эти купленные эфиры они будут зарезервированы до тех пор пока не стартанет платформа эфириум пока не выйдет первый этот генезис блок и до тех пор пока их нельзя было использовать то есть это вот ну как виртуальное нечто что то это просто аванс доверия люди высказали да в такой сумме по условиям продажи Виталик объявил что все собранные деньги пойдут в вводку программного кода платформы и он сказал вам действительно придется довериться нам что мы действительно пустим ваши биткоины на доработку эфириума этих денег стало достаточно чтобы платформа стала развиваться цена была определена так 2000 эфиров за один биткоин вот если по сегодняшнему курсу смотреть то 2000 эфиров это 200 биткоинов вот представляете кто упустил возможности насколько мы их упустили эфир изначально разрабатывался не как валюта наподобие биткоина не как реальный актив наподобие золота а как функциональный токен для пользователей платформы эфириум но те кто купил эфиры во время первой распродажи на пресейле и сохранили их те здорово разбогатели очень здорово как создаются эфиры на их сайте про который я говорила эфириум эфириум не ком а эфириум айо по моему да сайт там все это прописано это я взяла с их сайта то есть общий объем поставок эфира и скорость его выпуска были определены пожертвованиями собранными в преддверии 2014 года определили они так 60 миллионов вот эти эфиров розданы участникам пресейла 12 миллионов идут на развитие фонд развития разработчикам людям которые участвовали стояли у основания проекта 5 эфиров создаются из каждого блока получают майнеры и тут есть еще такая система помощи то есть 2-3 эфира это как донейшн помощь если какой-то сторонний майнер помогает сформировать блок по поводу эмиссии ограничена она или нет в чем разница между эмиссией биткоина и эмиссией эфириума у биткоина 21 миллион биткоинов и сумма ограничена у биткоина больше здесь такого нет но тоже есть ограничения то есть согласно согласно условиям предпродажной формы было озвучено следующее что выпуск эфира ограничивается 18 миллионами в год это число 25 процентов от первоначального предложения но сейчас эфириум работает на proof of work а впоследствии они хотят переходить на proof of stake и в связи с этим майнерам надо будет меньше платить эфиров возникнет излишек и Виталик думает о том как сжигать лишние эфиры он недавно форклок написал от 8 ноября там статья такая о том как он собирается ну он думает постоянно о том как изымать лишний эфир потому что получается что это валюта инфляционного характера если бы оставить как есть proof of work и 18 четко миллионов в год то в принципе система сама бы исправляла ну настраивалась но поскольку это не очень удобно и не очень выгодно они хотят перейти на вот на Каспер на другой алгоритм консенсуса в связи с этим вот они думают сейчас решение пока нет оно будет озвучено в ближайшее время как только они на Каспер вот соберутся переходить окончательно они скажут но будут изыматься эфир из системы по какой-то определенной экономической модели потому что Виталик сказал что сейчас если эту модель не придумать то это будет все напоминать экономику Вуду он хочет придумать именно модель как систему которая будет работать и как будет эта система изымать лишний эфир из системы чтобы не было большой инфляции здесь я привожу скрин о том какой в итоге результат то есть эфириум появился в пятнадцатом году вот считайте шестнадцатый шестнадцатый семнадцатый год три года эфириум занимает второе место по капитализации по данным с коин маркет кэпа после биткоина его курс примерно в десять раз меньше чем курс биткоина но тем не менее если он начинал с ноль трех долларов то сейчас он стоит семьсот девяносто девять почти восемьсот но на самом деле был момент когда он перевалил за тысячу долларов и такой вот потрясающий рост эфириум дал конечно в семнадцатом году то есть в начале семнадцатого года как сейчас помню эфириум можно было купить за тринадцать долларов по-моему так хочу сказать тоже чтобы вы знали в четырнадцатом году виталик выигрывает премию которая проходит которая дается ежегодно это word technology awards и он в четырнадцатом году обошел марка цукерберга с его фейсбуком и выиграл вот эту вот престижную премию и в том же году он от питера тиля основателя пейпола получает грант в районе ста тысяч долларов вот этот вот момент меня немножко смущает потому что питер тиль он просто так деньги раздавать не будет вероятно была какая-то договоренность а что за договоренность я вот пока не знаю найти не смогла посмотрим дальше может быть это ну в конце когда будут заключения поговорим о том какие вот возможные перспективы у эфириума итак запуск платформы состоялся 30 июля 2015 года это день рождения эфириума на сайте на их написано следующее это децентрализованная платформа на которой работают интеллектуальные контракты приложения которые работают точно так же как запрограммировано без какой-либо возможности простоев цензуры мошенничества или вмешательства третьих сторон эти приложения работают на настраиваемый блок цепочки чрезвычайно мощной общей глобальной инфраструктуре которая может перемещать стоимость и представлять собственность на собственность это позволяет разработчикам создавать рынки хранить реестры долгов или обещаний переводить средства в соответствии с инструкциями данными в прошлом например волей или фьючерсными контрактами и многими другими вещами которые еще не были изобретены все без посредников или риска контрагента а теперь по-русски в чем суть простыми словами короче говоря суть этой платформы заключается в том чтобы не только получить средства расчета как вот я уже приводила пример с биткоином которое будет анонимно не будет контролироваться государством да там на распределенном реестре будет это все работать а суть в том чтобы создать платформу для разработки различных депс приложений на базе блокчейна которая будет обеспечивать взаимодействие между людьми то есть физическими ну или юридическими лицами чтобы мы могли обмениваться не только тем что можно выразить в денежном эквиваленте а и нематериальным чем-то услуга на услугу предмет на предмет независимая оценка там художественных или авторских там изысканий чтобы поддержать любую деятельность человека голосование провести ну то есть без контролирующего факта децентрализованно в этом фишка децентрализация и в четкости что прописываешь туда смарт-контракт что закладываешь что обратно и получаешь то есть вести реестры можно да которые нельзя подменить которые мы будем верить говорили на прошлых вот лекциях о биткоине что нам дал эфир если мы видим ось x и ось y 0 это настоящее то все что минусовая часть по оси x это прошлое это нам обеспечивает блокчейн биткоина а вот смарт-контракты они нам обеспечивают будущее да то есть мы можем верить будущим событиям за счет блокчейна эфириума исполнять условия по страховке и так далее сейчас разберем на примерах чтобы было понятно короче говоря там могут быть три типа приложений пока это финансовые приложения это для банков для финансовых институтов вот о чем мы говорили почему они офис в швейцарии открыли потому что непосредственно это первая такая категория приложений направленных на финансовую сторону потом полу финансовые предложения да в которых есть тяжелая неденежная сторона и наконец такие приложения где как голосование или децентрализованное управление которые не являются финансовыми схемами значит какие примеры приложений я просто вам приведу в качестве примера вытащила некоторые из интернета знаю что многие из вас ленивые и сами смотреть не будут я вам уж расскажу сейчас например берем приложение стартап который недавно запустился вейфанд платформа предлагает различный краудфандинг при этом пожертвования носят формат умных контрактов то есть они могут быть легко превращены из валютного формата в любой другой который представляет форму своеобразных обязательств это вот первый момент такая идея разработчики что сделали скачали для этого кстати ну вот выходит какие-то приложения инструкторы но они сейчас пока еще не совершенны то есть обычный этого не сделает только программисты кто знает вот java script он очень близок с языком солидите и вот нужно знать язык солидите чтобы разработать этот умный контракт на самом деле для программистов ничего сложного нет следующее приложение юпорт приложение которое представляет собой очень удобный способ осуществления контроля над личной информацией благодаря тому что система является полностью децентрализованной в безопасности данных сомневаться не приходится по идее разработчиков вместо того чтобы передавать личную информацию третьим лицам для ее хранения пользователи могут обеспечить ее полную сохранность самостоятельно а третьи лица как пенсионные фонды банки и так далее они могут просто запрашивать эту информацию оттуда потому что мы будем знать что там она хранится и она достоверная но видите мир еще не подошел к тому чтобы на полной как бы сейчас вот есть одна разработка есть другая есть третья а система и в цепочку это все не связать потому что ведь это решение на государственном уровне и так далее да но есть определенные шаги и идея очень интересная дальше например смотрите с твит то есть это такой твиттер это типа твиттера где можно оставлять свой этот щепет какие-то короткие заметки но на этой децентрализованной платформе нет центрального руководства и нельзя удалить какой-то пост то есть если ты его разместил то он там уже находится есть еще вот площадка на которой представители творческих профессий арт сообщества могут публиковать свой контент то есть свои какие-то картины или какие-то художественные произведения получать вознаграждение от пользователей в альтернативных валютах и это будет честная экспертиза предположим кому-то что-то нравится и вот как голосование голосом может являться какая-то альтернативная валюта asset может быть это внутренняя валюта платформы я не уточняла но тут уже интересный вариант решения чтобы это была какая-то независимая оценка вот вот еще приложение эфирия для игроков напоминает майнкрафт можно создавать виртуальные миры игроки владеют отдельными ячейками плитками на них могут строить различные объекты блоки потом проект не знаю как он правильно может быть это по-французски а французский не знаю вивью типа того произносится он старается придать больше жизни сервисам гугл когда в гугле вы можете посмотреть интересные места делиться между собой то есть этот проект куда можно например въехать в гостиницу пожить все нравилось все нравится оставить отзыв этот отзыв у вас не потеряется он сохранится на блокчейне и будет действительным реальным доступным все могут посмотреть когда вы оставили этот отзыв можно посмотреть что ну то есть не будет конфликта между отзывами будет сразу видно если есть какая-то заинтересованность да то есть это получается тоже децентрализованная платформа независимые отзывы о каких-то местах отдыха кафе ресторанах гостиницах заправках и так далее вот такая программа приложения блок программа предоставляющая возможность пользователям простым образом создавать разворачивать блокчейны а также управлять ими при этом блок блокапс предоставляет все необходимые инструменты для создания цепочек блоков ну короче говоря разворачивать блокчейны да я честно говоря заинтересовалась хочу посмотреть это вообще тоже для программистов или для обычных пользователей подойдет потому что я все мониторю когда наконец-то появится такой некий конструктор который позволит обычным пользователям создавать смарт-контракты на платформе эфириум сейчас немножко позже к этому перейдем и вот хочу выделить среди всех приложений мне очень нравится Ого это монета рэп она уже котируется на бирже она недорогая сейчас на данный момент обалденная идея значит ее цель создание рынка прогнозов чтобы определять исход будущих событий проблем на президентских выборах получать верные за верные прогнозы вознаграждения при этом прогнозы делаются с помощью виртуальных долей если пользователь приобретает доли верного прогноза то получает за это награду в виде цифровых денег то есть это прогнозы по выборам политиков по результатам матчей ну вообще хоть прогноз погоды делает все что угодно если вы высказываете свое мнение и оно выигрывает вы получаете за это какое-то вознаграждение очень интересно итак виталик когда говорит дает интервью над этим своим примитивным математическим языком программиста очень часто повторяет такой вариант что когда он задумывал эту платформу он задумывал чтобы блокчейн понимал определенный алгоритм определенный код и он говорит что вот если например случилось такое-то событие то-то то отправить пять долларов на этот адрес если случилось там такое событие то еще пять долларов отправить на другой счет на другой адрес получается нельзя понимать блокчейн и смарт-контракты как совсем какую-то волшебную вещь ничего волшебного там нет но все что можно переложить на математический язык на алгоритмический язык везде можно прописать смарт-контракт расплывчатых понятий здесь быть не должно то есть определяется задача определяется условие если условие исполнено то результат получен сейчас мы это будем и контракт закрыт соответственно сейчас мы это разберем на примере какие преимущества дает смарт-контракт дело в том что если вы заключаете вот с такой машиной сделку то эту сделку уже невозможно оспорить ни в каком суде потому что машина не поймет решение суда нельзя будет ничего вернуть невозможно придавить законодательно ссылка на форс-мажор тоже не работает единственное что если вы заложите в программный код вот если случится такой-то форс-мажор ну тогда эта машина она должна ведь взять откуда-то данные что она должно быть подтверждение что этот форс-мажор произошел он же с потолка это не возьмет поэтому вот видите законодательно придавить тоже не получается невозможно повлиять на результат то есть если все технически идеально вы не можете никак влезть и что-то изменить ну точнее можно просто проблема в том еще раз повторяю что мир не оцифрован вот этой машине для того чтобы брать результаты нужно брать достоверную информацию в принципе теоретически можно там подсунуть как-то фишинговый сайт сделать какой-то на однодневку сайт откуда машина возьмет информацию и потом этот сайт исчезнет и так далее но это те вопросы над которыми работают разработчики в данный момент мы говорим вот об идеальной конструкции то есть хочу вот привести пример вот предположим что позволяет эфириум эфириум позволяет если у вас есть какая-то сеть например у меня есть дома сеть из двух компьютеров я могу с членом семьи быть фанатом футбола и мы можем заключить спор какая команда выиграет тот или иной матч вот если был бы такой конструктор который бы позволил быстренько создать приложение написать смарт-контракт мы бы такую бы сделку бы заключили на игру на ставки вложили бы денежку в платежный канал машина замораживает до наступления определенных условий и как только в блокчейн блокчейн из какого-то определенного ресурса должен забрать информацию о результатах выигранного матча он забирает и автоматические деньги которые являются вот этой ставкой переводят на кошелек того кто выиграл вот к сожалению вот пока на бытовом уровне это не реализовать но это я думаю что скоро можно будет сделать с таким с такой скоростью как создаются эти приложения кучу можно скоро ну на фотографии я специально поместила это фотография Ника Сабо еще в девяносто шестом году он тоже математик рептограф и он юрист значит американский он работал над как раз с умными интеллектуальными контрактами и он приводит классический пример смарт-контракта это вендинговый аппарат то есть что происходит вендинговый аппарат вы вносите в него деньги делаете выбор нажимаете на кнопочку машина отдает вам товар и и все и как бы вы собираете его да машина в этом плане то есть если вы передумали вы не можете это сказать машине что погоди я передумал отдай деньги обратно да то есть все вот это вот и есть определенный алгоритм который лежит в основе смарт-контракта это просто нужно понимать что чудес никаких нет это своего рода закон который выполняется при наступлении определенных условий давайте подведем такой итог то есть эфириум это вспоминаем картинку вот из трех что такое распределенная сеть распределенная там где нет центра централизованная там где есть центр децентрализованная там где много узлов много центров распределенная там нет узлов распределенная вычислительная платформа то есть она вот эвм в основе ее лежит она распознает код обрабатывает данные с открытым исходным кодом то есть этот код можно скачать и использовать для разработки своих приложений на ее основе или сделать форк мы поговорим о форке эфириум в следующий раз основанная на блокчейне что такое блокчейн кто не знает у нас тут были новички хороший пример со слоном предположим на площади тысячи народу вы выводите слона этого слона видят эти тысячи и вы уже не можете стереть эту информацию из истории как будто слона не было то есть множество пользователей миллиарды пользователей видят там вашу транзакцию да они ее подтверждают и поэтому в этом заключается прозрачность блокчейна основанная на блокчейне с функционалом по использованию смарт-контрактов мы поговорили что это такое если то-то то 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 по алгоритму определенному на ней можно создавать децентрализованные приложения онлайн-сервисы депс и можно создавать коммерческий цифровой токен который можно использовать как валюту актив виртуальную долю доказательство членство чего-либо и так далее вот если вы пользователи кошелька мио myether wallet вы там видите да что кроме эфира там можно хранить еще ну кошелек erc20 там можно хранить еще ряд токенов любых астов которые вы сами можете создать значит какие особенности блокчейна в принципе технология работает на распределенном реестре на нее нельзя повлиять нельзя подделать данные это невозможно быстрота соответственно и дешевая цена за транзакцию это основные особенности и плюсы блокчейна но что добавляет платформа эфириум она добавляет как раз вот эту вот новинку смарт-контракты это очень существенная составляющая для экономики если на уровне руководства стран внедрят технологию блокчейн и смарт-контракты конечно нам жить станет гораздо проще простой пример многие ругали конечно что там тоже какая-то централизация сбора персональных данных но в принципе мы наверное в большей степени довольны что появились многофункциональные центры потому что пришел все прозрачно подал документы тебе у тебя приняли тебе ясно если у тебя отказ то по каким причинам ссылкам законодательства и они стараются все-таки исполнять ну если приняли документ да то есть вы стоите в электронной очереди и так далее то есть в принципе преимущество есть вот если на уровне законодательства на уровне стран внедрят технологии блокчейна в реестры там недвижимости там по страхованию по заключению сделок там купли-продажи там автомобилей имущества и так далее так далее те же завещания это очень сильно упростит жизнь нам то есть нас ожидает по сути очень интересная жизнь может быть не нас наших детей но очень это просто мир фэнтези будет что такое смарт-контракт в итоге это контракт по сути между двумя сторонами есть покупатель и продавец есть поставщик и заказчик они заключают смарт-контракт где оговариваются условия и он регулирует их отношения он не сам по себе регулирует они сами договариваются о чем-то это закладывается программным способом смарт-контракт то есть продавец обязуется поставить оборудование с точки а с точку б покупатель обязуется оплатить это оборудование если товар доставлен в целости и сохранности если это можно проверить каким-то образом если машина получит данные в смарт-контракте это прописывается изменить невозможно туда закладываются в платежный канал деньги и при наступлении нужных условий он исполняется мы получаем ключ к успеху привожу конкретный пример из жизни пример смарт-контракта то есть поставка пшеницы из одной страны в другую вагон с пшеницей оборудован gps-трекером смарт-контракт перечислена сумма которая должна списаться когда груз достигнет точки назначения как только поступает информация с трекера что груз достиг точки деньги списываются вот пожалуйста как это реализовывается в жизни чтобы понять эфириум нужно понимать ЭВМ это основа концепции то есть что происходит на этой глобальной платформе системе нужно производить вычисления она работает на алгоритме консенсуса proof of work чтобы подтверждать сделки эти вычисления формируются в блоке из блоков майнеры получают эфир он нужен для подтверждения работы системы как вознаграждение майнерам но главное можно на основе этой платформы делать приложение в нем создавать смарт-контракты для своей конкретно маленькой или не очень маленькой сети в рамках компании смарт-контракт это код который понимает это виртуальная машина она как облако да такое она представляет собой децентрализованную виртуальную службу выполняемую всеми участниками пиринговой сети которые могут безопасно читать данные и код из блокчейна и записывать их я вот эту картинку увеличила для вас специально чтобы посмотрели ну напомнить как работает блокчейн много пользователей есть транзакции транзакции формируются в блоке выстраиваются в цепочку в следующий раз поговорим по поводу ну вот таких технических моментов как транзакции попадают в блок как мы совершаем платеж и так далее и так далее значит что такое кошельки кошелек это шлюз для централизованных приложений на блокчейне если мы представим вот эту цепочку блоков то кошельки MyEtherWallet или плагин MetaMask или еще другие кошельки это всего лишь интерфейсы вот вспомните вы когда создаете кошелек вы формируете ключевую пару у вас получается открытый ключ публичный и приватный вы этот публичный приватный ключ вы можете по сути ну хранить если вы его знаете вы можете его хранить на бумаге вы можете его выгравировать на металле и так далее и поэтому вы можете его импортировать или экспортировать в другой интерфейс то есть если вы пользуетесь например MyEtherWallet и вдруг вы хотите пользоваться другим интерфейсом вы можете туда запустить ваш ключ и пользоваться этим интерфейсом это просто клиент который вам в помощь там нет привязки понимаете смысл он позволяет кошелек хранить и защищать эфир другие криптоактивы созданные на эфириум а также писать и развертывать смарт-контракты этот кошелек как происходят транзакции в MyEtherWallet вы подписываете транзакцию она попадает в такой как бы шлюз вот в этот канал попадает в memory pool из memory pool по наиболее жирной комиссии ее выхватывает майнер майнер добавляет транзакцию в блок блоки выстраиваются в цепочку вот вам получается блокчейн напоминаю в следующий раз подробнее поговорим про блокчейн эфириума и так в своей основе эфириум это такой многоуровневый криптографический протокол с открытым исходным кодом который предоставляет все что нужно для создания и развертывания современных децентрализованных приложений ядро эфириума эфириума эвм да оно дополнено развитой экосистемой что туда входит это сообщество мы с вами да ну и программисты естественно и майнеры это технологические решения приложения вспомогательные сервисы различные с функциональной части если рассматривать то еще три категории это базовые технологии приложения и вспомогательные сервисы вот что имеет эфириум то есть это я даже не знаю времени не хватит это надо самим смотреть и копаться что это такое очень интересно на самом деле и с юмором написано я поражаюсь в общем базовые технологии это что это P2P консенсус это вот эта виртуальная машина это вот эти смарт-контракты это ключи которые дают нам ну вот ключевая пара это блокчейн языки программирования я говорила что там больше чем один язык там четыре языка там язык который похож на питон вот solidity который похож на javascript ну там два другие вот и другие сервисы потом приложения клиентские которые ну создают удобство для пользователя в основном это все конечно заточено на тех кто разрабатывает приложение смарт-контракты то есть это приложение мист это алис-зеро это для майнеров майнинг служба мониторинга и так далее ну и вспомогательные сервисы связанные с образованием исследованием поддержки векостранице форуме и так далее так далее вот что такое экосистема эфириума в каждой из этих сфер можно ковыряться найти очень много интересной информации в двух словах еще скажу а то вдруг у вас знающие люди есть и вы скажете что я об этом не сказала значит произошла неприятность большая в 2016 году может многие из вас знают дело в том что да это децентрализованная автономная организация на базе эфириума она собрала очень большую сумму 100 миллионов долларов и произошло такое событие что вероятно это ну по официальным сведениям видите признают что может быть программисты там виноваты ошибка кода была бак какой-то нашелся в общем короче нарисовался хакер который украл половину этой суммы 50 миллионов а потом сейчас какое-то время находится так сказать группа белых хакеров которые вернули эти 50 миллионов обратно но вот для того чтобы для безопасности платформы виталик принял очень непростое решение просто дело в том что он вмешался и создал форк искусственно форк эфириума он руководствовался тем что он таким образом вернет потерпевшим их деньги обратно если бы он настаивал на позиции децентрализации и невозврата средств то это сильно бы ударило по его репутации и поэтому произошел форк мы поговорим об этом подробнее в следующий раз образовался не эфириум классик образовался а эфириум классик это как раз тот как бы первый вариант а второй вариант это тот который виталик создал форк виталика сейчас называется эфириум и занимает второе место по капитализации на coinmarketcap а настоящий оригинальный эфириум это эфириум классик но он тоже входит в топ монеты поговорим об этом я думаю монеты это перспективная потому что ей занимается хоскинсом и думаю что она тоже как но она намного дешевле стоит здесь репутационная составляющая я думаю потому что очень похожи принцип работ и все остальное вот ну и получается как что раздали потерпевшим средства но почему-то на 4 чуть больше миллиона не нашлось заявок ну и по сути получается так что делаем вывод что группа белых хакеров возможно была связана с этим черным хакером и они таким образом просто украли 4 миллиона средств это сильно очень ударило по по репутационной составляющей и об этом много говорят про безопасность Виталик на конференциях об этом как раз вот говорит что они работают над масштабируемостью и над над тем как вот избавляться от инфляции в эфириуме и над безопасностью здесь я привожу как он называется логотип эфириум classic на следующем вебинаре мы как раз поговорим о нем поговорим о том и продолжим как работают вот транзакции что такое газ что такое лимит газа что такое giveaway какие монетки на платформе эфириум существует вот по примеру рубль копейка биткоин сатоши да какие вот монетки существуют на платформе эфириум сравним возможности кошельков и так далее то есть интересная будет в следующий раз встреча ну и в заключение мне хочется немножко подвести такой итог эфириум платформа это платформа с огромным потенциалом я считаю что это платформа будущее и настоящий мир еще пока ну не может угнаться за тем что она предлагает есть такая фраза что эфириум изменит мир но он мир еще не изменил но уже делает шаги к этому короче говоря на эфириуме можно создавать децентрализованную автономную организацию на базе контракта это открывает широчащие возможности код заменяет человеческое центральное управление владеть организацией будет каждый у кого есть токен приложения как жетон для оплаты услуг внутри этой программы и токены мы говорили в прошлый раз что такое это как доля но ну в общем это доля это определенная частичка это очень широкое техническое математическое понятие мечта Виталика вообще это такая мечта чтобы мир превратился полностью в децентрализованное нечто то есть он фанат децентрализации и хочет децентрализовать все чтобы достичь честности в одном интервью он говорит чтобы большие начальники обломались это его слова ну вот давайте теперь вспомним про грант который он получил в свое время когда очень сильно нуждался в деньгах от Петра Тиля погуглите кто что это за человек вот я думаю что для него конечно это 100 тысяч долларов это копейки но просто так у нас давать не будет станет ли эфириум той панацеи которая заложена в нем слушайте я думаю что эфириум как таковой ждет немножко судьба биткоина в том плане что регуляторы хотят зарегулировать рынки криптовалютные и соответственно чтобы с эфириума там чтобы не было так все анонимно все прозрачно чтобы платились налоги но я думаю что платформа эфириум которая предоставляет возможности для создания децентрализованных приложений вот и будет являться постоянно той птицей фениксом которая восстает из пепла и если будет задавливаться одно то будет постоянно появляться что-то другое то есть мне кажется что нужно в данный момент обращать внимание ну да конечно как на эфириум так и на то что выходит какие новинки разработки появляются на его базе и конечно мы будем в ближайшие десятилетия смотреть за тем как происходит оцифровка всего и вся на государственном уровне токенизация активов недвижимости ну и так далее будет я думаю что очень интересно а сейчас в принципе моя лекция окончена вернемся к тому что собственно изображено на этой картинке 26 июня 2017 года в СМИ проскочила проскользнула такая фраза что Виталик погиб чтобы доказать что он жив он сфотографировался и написал на бумажке последний добытый им блок эфира вот что это значит все очень просто почему Бутерина называют Виталика не Виталий а дело в том что он с родителями эмигрировал в Канаду когда был маленький его все называли Виталик а за границей как родители называют так вот и друзья называют и все называют Виталик и потом это уже не изменить просто это записано во все документы и поэтому невозможно если ты Виталик говорить кому-то что ты Виталий только лишь поэтому да если есть какие-то вопросы готовы ответить если вопросов нет то подумайте заполните google форму я ее просматриваю периодически как выставить величину комиссии за транзакцию в эфире вот мы об этом в следующий раз поговорим но я так понимаю что сейчас актуально да смотрите когда вы находитесь в эфир вы хотите отправить деньги у вас появляется такая страна как газ лимит вообще там автоматически выставляется необходимая величина она должна быть при нормальной нагрузке на сеть если не проходит никакой ICO если нет усиленной нагрузки там 21000 по-моему это газ лимит это та величина минимальная которую нужно указать чтобы майнеры заметили вашу транзакцию и взяли ее если вы укажете величину больше ничего страшного возьмется ровно столько сколько нужно на данный момент а справа наверху есть циферка со шкалой цена за газ вы ее можете менять если вам транзакцию нужно очень моментом отправить моментом это значит если вы хотите поучаствовать в пресейле и купить какие-то токены которые выставляются через ICO и быстро их разбирают вам надо моментом совершить платеж то тогда вы выставляете повышенную цену за газ а так вы ее выставляете среднюю или минимальную я дам в следующий раз ссылку на сайт ну или запомните газ стейшн есть такой сайт где можно посмотреть примерную величину транзакций и какое сейчас состояние сети тоже можно все посмотреть все прозрачно поэтому сумма отвечая на вопрос сумма которую нужно оплатить за ту или иную транзакцию это вот этот коэффициент газлимит умноженный на цену газа умноженный на 1 умножить на 10 в минус 9 степени вот получится такое то количество центов которую вы заплатите за транзакцию почему 1 на 10 минус 9 степени тоже в следующий раз поговорим сейчас просто не буду время ваше занимать уже и так почти полтора часа общаемся есть еще вопросы ребята пожалуйста рада рада что вы приходите на наши встречи спасибо вам большое жду вас в следующий четверг это будет давайте посмотрим 15 15 февраля в 20 часов в москве запись этого вебинара будет как обычно на моих ресурсах где меня где меня можно найти был вопрос слушайте я напишу вот сюда свою онлайн визитку если я так понимаю вопросы связанные с с транзакциями и так далее я подскажу сейчас я ее не напишу я ее наверное скопирую чтобы не было ошибок так вот моя онлайн визиточка здесь вы можете меня найти только если вы скайп будете стучаться пожалуйста напишите что у вас вебинара потому что я так не добавляю людей незнакомых ну что ж все тогда прощаемся с вами ребят да спасибо за то что были со мной до новых встреч пока пока